Городок Городок Я люблю свой городок родной Утро, свет буду встречать Я с тобой, я с тобой Мой городок Как странно, с годами я все реже приезжаю в родной город А чувствую себя все теснее связанным с ним Я, вглядываясь в бесконечно для меня милое лицо Многострадального, многотерпеливого города И понимаю, что именно здесь скрыт некий таинственный смысл и моей жизни Эти осевшие, где-то подгнившие старые дома Я мучительно стараюсь понять А сохранилось ли еще там, внутри, что-то отбывая жизнь Плох был бы город, если бы, как тот Иван, забыл бы начисто о своем прошлом Вытряхнули, выпотрошили, вставили все новое И тут же забыл Выкинул из сердца все, что было Забавная эта штука, прошлая В детстве я очень любил сказку Как веселые гномы дурачили людей Путая прошлое и настоящее Соловки для меня прошлое А по ночам часто становятся настоящим Колыма для тех моих земляков, кто пострадал за веру, за деловую и торговую хватку Прошлое, а для города настоящее На Колыме он потерял лучшее, что имел И приобрел сегодняшний недуг Он потерял собор, потерял монастырь Потерял он церковь привокзальную А потом само общество потерял монастырь Часовню 1812 года Какое было сооружение великолепное Часовню в знаменовании столетия 1812 года Она стояла вот как отсюда перебежь мост Вы знаете, такая была часовня Потеряли дух, какой-то инкустанции Нойчивый дух, такой нравственной провинциальной жизни Потеряли нравственность Сомните, что мы вас делали Мы все, мы дичьи, это читали Разобщение было, это, пирогов Пирогов сюда приезжал Козловский приезжал, Лемешев скислал Все, что это читали, это читали Это типично для Павловского посадка Собирались, собирались как Мужчины собирались в проферанс вечерком И бывали такое, в самом хорошем смысле, значение этого слова Я его посетил Конечно Свети, к новой чьей венче На мирные поля Тебе споем мы песню вечернюю зроем Так тихо всю устало И воздуха кладем И в листьи рощи зло Устало ей за день И в листьи рощи зло Свети, к новой чьей венче На мирные поля Тебе споем мы песню Свети, к новой чьей венче На мирные поля Тебе споем мы песню Димитровский погост Димитровский погост В храме, от которого осталась одна эта сиротливая колокольня Служил мой отец Он был священником А часами наверху на колокольне заведовал дядя Ваня Попов Он был старовером В собор не заходил А часы берег Замечательный был мастер Теперь часами занимается его внук Андрей В прошлые времена это было бы нормальным ходом вещей А сегодня это маленькое чудо Одно из тех, которые придают жизни устойчивость Вот раз в неделю Получается у меня По сто Ну а один сто шесть оборотов Одна гиря Да и сто одиннадцать Вот раз в неделю Считайте по сто десять оборотов В двадцать где-то в восьмом году Была полностью уничтожена церковь Часы были брошены на производство Удбит и они висели полностью только на нашей семье Дед один только У него был ключ от церкви И он один только занимался И вот в эти трудные годы Часы все равно ходили, ходили и ходили Они практически не останавливались никогда А ведь это было бы не быть А ведь это был бы не не ухав У каждого не понимаешь У нас было бы не до сих пор Потомizали Двадцать Он либо А в английский Ты так Тихо В А В А А А После войны 14-го года и революции я опять остался жив и снова обслуживаю эти часы, но чувствую, что скоро пробьет последний час моей жизни. Прошу потомков беречь честно и добросовестно от начистых часам. Часовой мастер Иван Попов, 35-й год. Тут как-то раз был разговор с замом из полкома, тоже на счет часов. Он даже, во-первых, удивился, что там механизм еще старинный и говорит, значит, такую вещь. Надо, говорит, вообще, снять, говорит, все здесь, поставить, говорит, электронику, чтобы, говорит, только стрелы крутились. Наши власти, они же временные, они занимаются совсем другими делами, а не культурой города. Когда я вглядываюсь в лица на старых фотографиях, всегда думаю, а что бы они сказали о нашей жизни? Как бы, наверное, удивились, что сегодня никто и слыхом не слыхал о Павлов-Басадских шелках, парче, атласах, золотых кружевах. Тому, что город в основном сейчас состоит из приезжих, и лишь немногие старожилы помнят знаменитые на всю Россию фамилии фабрикантов Лавзина, Грязнова, Абрамова, Заглодина, Соколикова. У нас как раньше работали? На комплекте работал муж и жена. Они имели пару станков. Плюс к этому еще они имели свой дом, хорошее справное хозяйство, лошадь, корова и надел земли. И поэтому жизненный уровень у них был достаточно высокий до того времени. Все новейшие достижения в технике, которые в то время в качестве уже существовали, Соколиком старался принести на свое предприятие. И действительно появлялись такие ткани, которые, когда он возил их в Париж, эти ткани завоевывали золотые медали. Для меня Краснова или Абрамова это не просто фамилии. Кто-то бывал в доме моего отца, с кем-то дружили мои тетки. Это были интеллигентные люди и уж, конечно, не кровопийцы. И о своих рабочих заботились ничуть не меньше нынешних директоров. А что о славе своего города и России родили больше, это для меня, вне сомнения. Мы перед ними в большом долгу. В долгу хотя бы потому, что на тех же станках мы сегодня делаем лишь самое простенькое из того, что делали они. Велеными просторами легла ПЕСНЯ 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 Последний раз, вот в этом году, я пришла на фабрику, надо было навязывать кисточки мне, да? И мне работницы спрашивают, где вы взяли старинные платки? Я говорю, это не старинные, это мои платки. Ну да, да, мы знаем, что это ваши, но где вы их взяли? Так что, вот, понимаете, значит, где-то я вот подошла к чему-то. Многие годы мой город был как беловодье для коллекционеров. Он буквально был переполнен стариной, особенно дома старобрядцев. Как жаль, что нынешний мой знакомый Виктор Ситнов был в те времена еще мальчуганом, а собирательская страсть пришла к нему, когда собирать-то было уже почти нечего. Любая древняя вещь, любое произведение прикладного искусства русской, старинной, оно показывает, какие русские были умеющиеся, то есть в любом виде. Вот эта книга, так называемая церковно-певческая книга. Вот как она прекрасно выполнена. Вот как раз даже вот на этом развороте можно было бы проследить искусство оформления старинной книги. Вот эта книга родилась как раз в нашем районе. Книга эта называется, значит, октай церковного пения. То есть известно, что в старину в церквях пели по крюкам. И сейчас как раз это пение возрождается. И эта книга как раз была книга крюкового пения. Тут не ноты, а вот именно эти старобрядческие крюки, так называемые. Мне ее подарил отец как раз в то время, когда у меня разгорался интерес к нашей традиционной старобрядческой культуре. Вот в 1988 году произошла совершенно знаменательная для меня история. Я считаю, что это мне подарок к тысячелетию крещения Руси или какое-то знамение. У одного коллекционера я обнаруживаю две книги. И когда я открываю, значит, обложку, я читаю слова, которые меня совершенно потрясли. Сия святая книга «Златоуст» принадлежит деревне Степуриной крестьянину Якову Иванову Ситнову. То есть моему родному прадеду. Я говорю, как будто я с ним с дарку поздоровался. И вторая книга тоже «Житие» Сергия Радонежского. Великолепная книга 18 века с гравюрой. Эта книга побывала на многих выставках. Тоже тут собственноручно есть надпись, владельческая так называемая надпись, что сия богодухновенная книга Сергия его «Житие» принадлежит крестьянам деревни Степуриной Якову и Емельяну Ивановым братьям Ситнову. То есть это мой родной прадед, да еще брат его родной, а у меня, я не знаю, двоюродный прадед, что ли, Емельян, которого я видел только на фотографиях и, естественно, живым не застал. А тут они свою руку приложили. И для меня это уже, естественно, семейная реликвия, которую я буду хранить сам, передавать своим детям, внукам и правнукам. И для меня это уже, естественно, семейная реликвия, которую я буду хранить сам, передавать своим детям, внукам и правнукам. Мой город, моя неизбывная боль и надежда. Больно, когда видишь, что он похож на сданную в наем квартиру, как будто все на своих местах, и жизнь идет, а тепла и уюта нет. Но живет и надежда, что они снова появятся, снова запахнет хозяйским хлебом и наберет голос угасшая мелодия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok